Всем привет! С вами сообщество MGE и теперь мы будем говорить о Блендере. Мы сделаем небольшой видеокурс основ по моделированию в Блендер. Затронем аспекты создания объектов, редактирования, текстурирования, наложения материалов. Также рассмотрим создание костей и анимации. Будем применять в процессе создания некоторые модификаторы, о них будем тоже говорить. Ну что ж, давайте приступим. Я использую Блендер 2.74. Он автоматически обновляется через Steam. Но так, скачать его можно на сайте blender.org или на площадке Steam. Что ж, вот первый запуск программы. Все достаточно кажется непонятным. Он у меня уже, правда, настроенный, но мы сейчас с вами дойдем до этого. Давайте сначала рассмотрим окна, с которыми мы будем в дальнейшем работать. Начнем сверху. Наверху располагается информационная панель. Создать объекты. Ну, файл как бы, да. Создать проекты. Сохранить проекты. Связать, присоединить их и так далее. Здесь все, что связано с рендером. Здесь, что связано с окном. Но не просто так вот, как у всех, добавить область. Нет. Здесь можно сделать скриншот прямо вот отсюда. Или сделать кринкаст. Далее у нас идет справка. На официальный сайт Блендере документация вся на нем расположена. Далее идут отображения рабочих областей. Например, для редактирования, для текстурирования, извиняюсь. Для анимации очень удобное окно. Просто просмотр. Ну, дефолт. По назначению. Можете добавлять свои. Здесь, видите, также показывается вспомогательный, ну, в подсказке, да, что используется. Какая функция в питоне, да. Можете еще свои функции дописывать. Здесь идет поиск. Далее вид рендера. Ну, оставьте рендер Блендер. Это стандартный. Он нормально работает. Просто в каждом рендере меняются настройки. Поэтому мы будем рассматривать на блендеровском рендере. Ну и далее показывается количество вершин. Версия Блендера. Количество вершин. Грани, треугольников. Сколько всего объектов расположено. Не учитывая камеру, свет, звук. Вот. И сколько ламп. Солнца нет. Вот сколько мы выбрали. Да, вот выбрали раз лампу. Сейчас мы не выбирали лампу. Сколько объектов здесь написано. Выделили мы из общего количества. И вот сейчас сколько занимает это дело памяти. Ну что ж. Давайте все удалим. Нажимаем А. А, зачем? Извиняюсь. Это же обзор интерфейса. Значит нам это не нужно так. Ну что ж. Давайте рассматривать следующее окно. Это настройки. Изначально у вас все это будет выглядеть таким вот образом. Переходим в System. International Fonts. Выбираем русский. И выделяем, что мы хотим перевести. Я перевел все. Достаточно удобно. Хотя я английский знаю. Но и на русском неплохо тоже было бы поработать. Теперь становится намного понятнее, например, некоторые функции. Что они из себя представляют. И здесь вы можете редактировать. Видите, тут горячие клавиши в Blender. Blender вообще основывается в основном на горячих клавишах. Можете редактировать настройки. Надеюсь, вы с ними разберетесь сами. Ну а мы на этом не будем зацикливаться пока что. И продолжим далее. Следующее окно, которое мы рассмотрим, это иерархия. Я надеюсь, здесь не нужно будет долго говорить, что из себя представляет. Здесь основная система идет таким образом, что идет сначала объект. Давайте на кубе покажу. Вот это объект. А вот это, это его mesh. То есть его редактирование. В mesh уже включается его материал. и текстура. Что ж. Надеюсь, с этим было понятно. Ну и здесь вы можете скрыть его или показать. Вот. Видите, ограничить выделяемость в области просмотра. Так, идем дальше. Вот это окно, это основное, можно так сказать, оно называется свойство. Свойство сцены и свойство объекта. Вот в данном случае у нас куб. Мы можем делать какие-то преобразования с ним. такие, знаете, ну, не имеется в виду изменения его структуры, да. Например, вот добавить какой-то модификатор. Добавить текстуру, материал. Добавить физику. Вот видите, ну это для... Как это называется? Ну, для игрового движка уже блендера. Ну, в принципе, панель свойств, она постепенно в процессе нашего обучения будет изучаться. Мы будем использовать, конечно же, это. Вот смотрите, например, очень полезное свойство. Мы нажимаем на куб. Видите, вот мы переходим. Тип отображаемых, редактируем активные данные. Объект, объект. Вот, мы можем сделать что-то с отображением. Можем отображать его имя, оси. Мне кажется, это не очень давно. Ну, каркас это и так понятно. Отображать все грани для объектов полисектики. Можем отображать грани. Например, конус там, куб. Текстура, рент. Рентген. Рентген. То есть, вот если мы отключим его, то мы просматриваем сквозь. Давайте у нас сетка как бы, ну, заметно. Проще говоря, вот мы сейчас включили рентген, и через него мы как будто можем просматривать. Дальше идет, и вот включим прозрачность. Давайте пока выключим. Но он становится, в принципе, чуть-чуть прозрачнее. Дальше давайте рассмотрим вот эту штучку, которая бегает на этот 3D-курсор. Он влияет на некоторые вещи, но мы об них поговорим позже. Он в основном служит для центра создания или места создания объектов. Панель свойств имеет настройки рендера, настройки слоев, настройки сцены, отображение вот заднего фона, сам куб, связи, модификаторы, поле сетка, да, то есть меш. Материалы, текстуры и так далее. Мы сейчас на этом не будем зацикливаться. Теперь перейдем в нижнюю панель. Она очень достаточно удобная. Здесь мы, давайте пойдем справа налево, виды отображения рендера. Здесь у нас тип элемента, которым мы привязываем. Об этом тоже все узнаете потом. Ну, это как сетка, короче, проще говоря. Режим пропорциональной правки объекта. Ну, в принципе, тут так все можете сами изучить, в принципе, наводя мышку на нужную иконку. В отличие от 3D Max, как я заметил, здесь больше наглядной документации здесь навел и посмотрел, что это, типа слои. Ну, ладно, круто. Ну, слои, кстати, нужны. То есть мы на разных слоях можем создавать разные вещи. Например, если мы создаем какую-то большую сцену, то все деревья и траву мы можем поместить на вот этот слой острова, на другой слой и так далее. Это очень удобная слоя. Зажав кнопку Shift, мы можем отображать несколько слоев сразу. Что ж, следующая часть, это тоже интересная. Мы можем делать глобально, ну, как бы включать и отключать оси. Оказывается, мы можем такие оси выстраивать. Видите, мы масштабируем их сразу. Здесь поворачиваем. Ну, это понятно, в принципе, что мы делаем. И как это? Глобально, локально, нормально и так далее. Видите, тут вот по каждому виду показывается описание. Вот, например, шарнир. Это расположить оси для вращения по углам эйлера, используемые для ввода. Ну, заметно на одном объекте это не будет. Что ж. Здесь мы можем делать непосредственно, управляя центральными точками. Вот. Далее мы делаем, выбираем центр объекта, что он будет, ну, как он будет вычитываться. То есть, если мы выберем, например, 3D-курсор, то у нас центр, например, двух объектов при соединении будет там, где расположен этот курсор. Ну, или вообще центром будет курсор. Ну, а сейчас выбрана средняя точка. Она, мне кажется, вот видна, даже на картинке показана, это более грамотно. Давайте перейдем в следующую часть. Это тип затемнения в зоне просмотра. Ну, на самом деле, как-то сказано, очень глупо. Проще говоря, это вид отображаемости. То есть, что мы видим? Мы можем видеть рендер. То есть, как это у нас рендерится, да? Вот. Мы можем видеть просто материал. Можем видеть текстуру. Ну, у нас сейчас текстуры нет, поэтому они почти одинаковые. Мы можем просто сплошной цвет для редактирования. Видите каркас, то есть вайрфрейм. Или ограниченная рамка. Ну, пока не очень понятно. Здесь, по сути дела, расположено отображение объектов. Следующая важная панель – это режим объекта, то есть, как мы сейчас его увидим. Режим редактирования – это уже редактирование полигонной сетки. Режим скульптинга. То есть, прям вот мышкой рисуете выпуклости и впадины. Рисование по вершинам, рисование веса для костей – это даже подсказка. То есть, когда будут кости, у нас будет объект раскрашиваться с красного по синие цвета. И мы можем уже редактировать радиус действия костей. Ну, и сам режим текстурирования. Он очень нужен, если вы хотите рисовать на одном объекте более чем несколько текстур. Например, в этом углу одна текстура, в этом другая. Соответственно, будет автоматически создаваться развертка. Далее, вот эти четыре кнопки, они отвечают за какие-либо свойства. Вот, видимо, мы можем преобразовать в какие-то другие объекты, наложить какие-то быстрые эффекты. Например, вот мех. И так далее. Сгруппировать, ограничения. То есть, здесь располагается то, что можно, в принципе, найти в этой панели. Частичку в этой панели найти. Проще говоря, вкладка «Объект» отображает все действия, которые вы можете сделать с объектом. Мы будем, соответственно, с ними тоже работать. И подробнее уже изучим их. «Добавить» — это вы можете добавлять какие-то, вот видите, «Сила, ветер, вихрь» — это для игрового движка. Можете добавлять просто объекты, какие-то скелет, пустышку, источник звука, камера-лампа, поверхности, метасферы и так далее. Ну вот, поле сетка — это у нас вот эти кубы. Кстати говоря, это же находится во вкладке «Создать левые панели». Вот оно. Все то же самое, что и здесь. То есть, они друг друга дублируют, можно так сказать. Но для разных случаев удобнее что-то использовать. Иногда здесь, иногда здесь. Выделение. Ну, соответственно, это выделение. То есть, мы можем выделить все объекты по поле сетки, все кривые и так далее. Думаю, здесь не нужно зацикливаться. Вот на виде уже можно и зациклиться. Мы можем переключиться между видами, воспроизводить анимацию, Alt-A. Можем как-то выровнять вид. И дальше мы можем сделать разные виды для нашей камеры. Ну вот, для просмотра, я бы сказал. И как мы видим из камеры. Дальше можем панель инструментов убрать, включить свойства. Вот на плюсик нажатия, появятся эти свойства. И можно скрыть. Следующая кнопка, очень полезная. Она отвечает за то, что вы будете видеть. Помните, я вам показывал в начале про слои. Вот эта как раз кнопка отвечает за то действие, которое вы будете совершать. Например, вы можете сделать вот это окно как просмотр файлов. Сделать его как 3D-вид. То есть, для редактирования. Сделать его как развертка. Редактор UV изображений. Редактор логики. То есть, все возможные инструменты, включенные в редактор наш. Дальше вы меня спросите, как создавать же окна, наверное, которые вы тогда видели. Их там было много-много-много. В каждом углу есть вот такие 3 полосочки. Вы на них зажимаете лёгновку мыши, перетягиваете. У вас отображается новое окно. Скрываем. И вот здесь выбираем ему. Предположим, давайте сделаем так. Вот это, именно это окно будет отображать у нас каркас. Вид сверху. Я сверху, вот сверху. И. Так. Перспективно, да? А у нас нам вот. Вот. Перспективный. Ортографический. И в ортографии. То есть, теперь создадим такой же, только вид. Спереди. Вот. И таким вот образом мы можем создавать вот такую группировку. Теперь, чтобы скрыть это, мы должны верхний перетаскивать вниз. Вот. Верхний перетаскивает вниз. И, соответственно, вот так вот. То есть, в обратном порядке должны идти. Вот. Также создаются вот эти дополнительные окна. Не последнее, что мы рассмотрим, это вот эта большая секция. Она одна из основных. Здесь находятся инструменты. Вот. Перемещение, вращение, масштабирование. И отразить. Так. Давайте чуть-чуть проверемся. Ну что ж. Здесь видите перемещение, вращение, масштаб. То же самое, что и здесь. Дублирование. Дублирование со связями и так далее. Здесь также вы можете, как я говорил, уже создать объекты. Сделать их отношения. То есть, группами, которые мы вот тут вот видели. То есть, вот эти все, это дублирование всех остальных компонентов. Что ж, спасибо за внимание. С вами был Макс. Я от сообщества MyGameEngine. То есть, MGE. Являюсь его администратором. Буду рад, если вы к нам присоединитесь. Мы проводим курсы обучения. Также любим подискутировать. Поболтать на разные интересные темы. Что-то подчеркнуть. Присоединяйтесь к нам. Ссылочки все в описании. Всем спасибо. Пока.